всем здравствуйте приветствую вас на нашем прямом эфире сегодня наша тема это работа с акригелем мы с вами сделаем обзор и поработаем акригелем обсудим все нюансы и тонкости работы с этим материалом задавайте свои вопросы в конце эфира мы обязательно ответим на все вопросы все обсудим начинаем еще раз повторюсь работаем и сегодня акригелем вот такой замечательный у нас материал акригель в тубах 5 цветов очень удобно посовка в данном случае здесь у нас 30 миллилитров во флаконе очень хороший расход у этого материала мы сейчас с вами рассмотрим все цвета я взяла вот такое стеклышко сейчас мы посмотрим консистенция и текстура материала абсолютно одинаковая разница в пигменте в цвете первый вариант это акригель cover он имеет красивый натуральный розовый цвет можно взять вот так каплю мы сейчас их всех сравним акригель cover вот посмотрите такой следующий вариант это акригель карамель имеет красивый карамельный оттенок вот на сравнение рядом далее у нас акригель прозрачный такая у него тоже очень мягкая текстура далее дасти роз красивый розовый цвет по текстуре по вязкости по плотности все акригели одинаковые в работе они очень удобны и акригель milk пятый вариант вот я взяла milk такой красивый молочный на первый взгляд кажется слегка полупрозрачный но очень удачный такой вариант оттенок очень хорошо перекрывает линию гиппанихия очень удобен в работе вот такие цвета мы сегодня с вами будем выполнять удлинение и выстраивать архитектуру в одну каплю акригель дает нам такую возможность мы можем очень удачно сэкономить время и выполнить моделирование в один этап я подготовила пальчик выполнила аппаратную обработку сняла блеск натуральной пластины при помощи шлифовщика 100 на 180 единиц и мы готовы к работе выполняем обезжиривание при помощи евроклинсера обезжириваем полностью всю ногтевую пластину от торца и под кутикулу от свободного края и наверх для дополнительного обезжиривания так как у нас система твердая нерастворимая мы обязательно должны ноготок подсушить для этого используем nail prep это дегидратант он позволяет нам вывести остатки влаги масел из ногтевой пластины наносится полностью на весь ноготок если у клиентов очень влажная кожа влажные руки и форма не очень хорошо держится nail prep можно нанести полностью и на боковые валики прям полностью разнести по всему пальцу далее следующим этапом мы будем наносить ультрабонт это грунтовочный препарат наносится он тонким слоем без нахлёстов обязательно с отступом от кутикулы и боковых валиков уложили кисточку и протянули по всей ногтевой пластине и обязательно уголочком кисти перекрываем торец вот таким образом сильно жирного блеска ультрабонт не должен давать обязательно нужно дать ему время чтобы подсохнуть на воздухе так как этот препарат сохнет на воздухе в течение минуты двух он должен немного испариться далее мы будем использовать с вами базу базу под твердые гелевые системы это база называется супер бонд гель можно использовать также гель-лак например гель-лаковая база base гель наш классический если у клиента очень сильно влажные влажная ногтевая пластина но как правило я вот например предпочитаю больше работать супер бондом он нам нужен в качестве подложки остатки материала я счищаю во флакон и только на носик кисточки набираю небольшое количество чтобы базовый слой ложился не сильно жидро на укладываю на ногтевую пластину подталкиваю с отступом от кутикулы в миллиметр протягиваю по всей поверхности аналогичным образом прохожусь по боковой поверхности с одной стороны и по боковой поверхности с другой стороны уголком кисточки также тоненько перекрываю торец и далее подсушиваем течение минуты мы сейчас подсушим и будем устанавливать с вами форму для удлинения нам понадобится форма форма одноразовая давайте так сделаем на липкой основе форма у нас очень удобной конфигурации она имеет достаточно большую длину фактически в 15 единиц и при моделировании более коротких ногтей здесь есть линия перфорации которую при желании мы можем удалить также на форме есть вырезы под сложные сразу же под сложные пальцы когда в валики боковые нам мешают устанавливать форму она уже готова к применению здесь есть специальные насечки форму очень удобно устанавливать для моделирования я подклеиваю окошко жесткости накладываю форму на поверхность снимая с липкой основы то есть форма у меня и с окошечком жесткости и полностью вся липкая с внутренней стороны далее форму разрезаю по перфорации разделяете боковые части верхние чтобы они были симметричны относительно друг друга беру форму двумя руками скручиваю ее в поперечном изгибе давай пальчик скручивая в поперечном изгибе и в скрученном состоянии завожу под уголки не выпрямляя поперечного изгиба для того чтобы форма у меня плотно прилегала к ногтевой пластине с внутренней стороны и не образовывала ступени центр формы должен совпадать с центральной осью пальца верхние боковые части разводим стороны и фиксируем сбоку пальца на одном уровне далее я фиксирую форму на боковых валиках и склеиваю нижние боковые части стык стык форма нам необходимо до форма бумажная форма одноразовая она достаточно жесткая видите позволяет сохранить изгиб натуральной ногтевой пластины очень хорошо держится на у нее очень хорошая клеевая основа несмотря на то что мы до конца еще и не установили не поджали форму отлично держится и на пальчики очень хорошо зафиксировано далее форму я начинаю слегка заужать полностью по всей поверхности чтобы поперечная арка вот капелька моя на конце формы оставалось симметрично этот момент мы обязательно должны с вами проконтролировать и выполняю зажатие уголками своих пальцев от ногтевых в ростов вниз как бы по косой слегка упираясь в подушечку пальца я выполняю заужение в салонном моделировании форму мы устанавливаем по ширине ногтевой пластины но визуально легкое заужение обязательно у нас должно присутствовать поэтому снизу я форму еще слегка подожму мы с вами выполним сейчас квадратную форму придадим форму свободного края квадратную для этого проверим параметры установки формы центральная ось у нас совпадает разворачиваем и смотрим на боковую ось при моделировании квадратных ногтей носик формы должен совпадать с наивысшей точкой на ногти вместе стыка образовываю такую галочку да то есть это место у нас стрессовой зоны является и соответственно основная толщина материала у нас в это в этот домик в эту галочку нас заложится вот таким образом форму мы установили можно при желании еще слегка поджать я люблю когда ногти такие более заужены к свободному краю особенно при моделировании квадратных ногтей этот момент достаточно важный и далее при помощи любого акригеля то здесь мы можем выбрать любой понравившийся нам вариант очень классно молочная смотрится при удлинении полностью на всю ногтевую пластину мы имеем возможность исключить этап цветного покрытия например сразу выполнить дизайн сейчас такой тренд очень модно дат молочные полупрозрачные ногти поэтому я предлагаю вам поработать в данном случае мелком очень удобно то что акригель в тубе так как достаточно аккуратно получается его вытащить и набрать нужное количество нам необходимо для того чтобы акригель у нас не прилипал к апельсиновой палочке я в данном случае апельсиновой палочкой работаю чтобы он не прилипал не тянулся за кистью мы используем очищающий спрей при помощи очищающего спрея можно в колпачок его разместить либо в другую емкость пластиковую очищающий спрей я смачиваю палочку мне очень нравится ей работать так как она деревянная она набирает себя влагу и реже приходится ее смачивать приготовим салфетку безворсовую которую мы сможем промакивать излишки влаги и берем выдавливаем необходимое нам количество надавливаем на тюбик и прям берем целую каплю и полностью ее загружаем на палочку вот так получается из тубы очень удобно выдавливать именно акригель он не набирает в себя пузырей из банки да мы наблюдали наверное те кто работает акригелем наблюдали что когда мы вытаскиваем его из баночки бывают моменты когда он не вытаскивается приходится палочкой вращать и материал наматывается накручивается потом в процессе работы дает нам пузыри в данном случае такого не происходит я работать буду в одну каплю я выгружаю акригель в центре ногтевой пластины вот он целенький шарик смочу еще палочку промокну излишки работа в определенной последовательности она всегда эффективна поэтому я выгружаю определенное количество материала сразу визуально как бы делю его на две половины основную часть я начинаю аккуратно работая всей плоскостью палочки я начинаю подталкивать кутикуле и распределять работая полностью сразу всей плоскостью мы имеем возможность сразу на поверхности выстроить такую достаточно гладкую и ровную архитектуру чтобы нам потом с вами пришлось минимально опиливать распределяю кригель кутикуле далее разворачиваю по боковой поверхности также наступаю палочкой определяю границу в зоне боковых валиков в зоне ногтевых в ростов довожу материал контролирую четкость и ровность этой линии сначала просто определяя границу не наполняя толщиной с одной стороны определили эту границу далее разворачиваемся и определяем также границу материала с другой стороны на округе не нужно сильно давить его в работе нужно почувствовать такими легкими прихлопывающими движениями он очень податливый мягкий пластичный но при этом не липнет а вот обратите внимание что я его прихлопываю материал не тянется с работе это очень удобно и далее основную толщину вот этого материала оставшегося я начинаю также притаптывая палочкой стягивать и формировать необходимую мне длину стянула в центре определила себе длину и толщину оставшегося материала я начинаю притаптывать и спускать формируя боковую параллель естественно боковую параллель мы формируем с небольшим запасом на опил то есть сейчас я это делаю с таким легким провисанием как будто боковая параллель у меня провисает в данном случае мне будет из чего открыть толщину материала по боковым линиям с легким легким провисом сразу задаем необходимую толщину в торце то есть я не свожу совсем на нет а я понимаю что в салонном моделировании толщина искусственного материала как по боковым линиям так и в торце она у нас должна быть равномерной и составляет примерно 0507 до 1 миллиметра вот с этим учетом я толщину и фиксирую оставляю в зоне свободного края очищающий спрей бывают девчонки заменяют спиртом очищающий спрей можно обезжиривателем но вот мне комфортнее все таки удобным нас очищающим спреем работать на мой взгляд с обезжиривателем материал все равно начинает со временем прилипать особенно если вы выполняете долго моделирование долго топчетесь вы еще должны обязательно учитывать тот факт что при нанесении на ногтевую пластину но годжи у нас температуру тела имеет там уже теплые и соответственно материал начинает становиться более мягким и если переборщить с обезжиривателем мы можем получить такой эффект что материал у нас начнет прилипать поэтому если вы пользуетесь обезжиривателем не переборщивайте с его количеством то есть очень аккуратно в небольших пропорциях и обязательно кисточку либо палочку после обезжиривателя прям примакивайте чтобы с нее не текло стягивать можно как вам удобно можно работать и палочкой можно работать кисточкой просто момент нужно почувствовать вот этого давления на материал насколько сильно на него можно наступить то есть вы наступаете шагаете на материалы смотрите как он начинает у вас откликаться да на ваше действие распределили то есть вот таким образом мы сформировали по боковым линиям слегка опустили с запасом на опил заложили толщину сразу в торце по бокам с учетом опила сформировали центральный продольный изгиб и распределили материал в зоне кутикулы те кто работает кисточкой очень удобно распределять материал вот в зоне кутикулы аккуратненько без давления и палочка тоже достаточно эффективно это получается сделать вот таким образом в одну каплю сразу мы выложили и удлинение и полностью выстроили всю архитектуру на поверхности то есть нам при работе с акригелем очень удобно то что нам не нужно делить это на два этапа сначала удлинение потом архитектура мы имеем возможность сделать и да 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Особенно если у нас постановка не очень простая, где-то боковые валики мешают, то есть форма не очень уверенно стоит, перед просушкой обязательно контролируйте. То есть если вы видите, что где-то форма разжалась, обязательно ее нужно поджать, поджимаете и только после этого отправляем сушить. Сушим ноготь наш, продолжаем его досушиваем. Так как мы с вами выполняли удлинение в одну каплю, мы рекомендуем просушивать в течение двух минут. Обязательно нужна хорошая качественная просушка. Работаем всегда в конвейерном варианте, да, мы по одному пальчику с вами выставляем формы и выкладываем архитектуру. Поэтому в промежутке достаточно подсушить, например, 30 секунд. При необходимости, если у клиента ногти, например, трапециевидные, можно выполнить зажатие при помощи пинцета. Это можно сделать при помощи тыльных сторон своих ноготочков, если есть такая необходимость. То есть тут еще плюс и преимущество акригеля именно в том, что пока он горячий, смотрите, если мы делаем это пинцетом, хотя у нас сейчас достаточно хорошее заужение, но для примера я покажу. Мы устанавливаем пинцет, фиксируем его чуть выше в ростах ногтевых, и пока материал горячий, мы его слегка поджимаем. Я не оказываю сильное давление, то есть здесь работает просто сила зажатия пинцета. Зажали. Как только материал остывает, он фиксируется в нужном нам положении. То есть вы зажали и просто дали ему буквально несколько секунд подстыть чуть-чуть. Остыл, все, пинцет можно убирать. Еще раз, также это можно сделать при помощи тыльных сторон своего пальчика. Зафиксировали, нажали, придержали. Все, материал у нас зафиксировался. Досушим сейчас еще 30 секунд и будем снимать форму. В конвейерном варианте у вас все ноготочки друг за другом досыхают. Финальная просушка, вы можете просушить каждую ручку, потом дополнительно еще по минуте. И тогда наверняка материал полностью просохнет на всю толщину. Мы просушиваем дополнительно, например, в течение двух минут. Если мы выполняем сложное моделирование, если у нас большая длина, арочные ногти. В салонном варианте минуты дополнительной будет вполне достаточно. Почему акригель может скалываться при опиле возле кутикулы? Смотрите, при опиле акригель может скалываться в зоне кутикулы, если у клиента очень мягкие ногти. То есть здесь очень важно выкладывать материал аккуратно, чтобы не оказывать давление в зоне кутикулы. Потому что материал жесткий, ноготь, например, мягкий. И вот от разницы жесткости при давлении возникают сколы. Если вы видите, что у клиента влажные ногти, если вы отодвигали кутикулу и понимаете, что в матричной зоне ноготок прям мягкий и придавливается, постарайтесь выложить материал максимально аккуратно. Выровняйте его кисточкой в зоне кутикулы, чтобы вам не приходилось опиливать. А только можно было убрать блеск при помощи шлифовщика. В таком варианте сколов удастся избежать. Ну вот именно по части кутикулы. Материал у нас высох. Показателем того, что высохло, мы нажимаем на форму. И форма у нас свободно снимается. И отходит с внутренней стороны. Мы можем перевернуть. Посмотрите, вот мы перевернули. Материал у нас просох. То есть мы видим с внутренней стороны чистый хороший блик. Материал не потянулся. И очень качественно просох. Ну вот сейчас в общей сложности, пока мы разговаривали, мы около двух минут выполняли просушку. Далее мы снимаем дисперсию. То есть если вы видите, что у вас полноценно выстроена архитектура, вам не нужно добавлять ничего по поверхности, можно снимать дисперсию при помощи евроклинсера мы обезжириваем. И можем приступить к опилу. Если вам нужно поджать, можно просушить 30 секунд, поджать пинцетом и потом еще досушить. То есть в принципе материал будет поджиматься и через 2 минуты, если он горячий. То есть вот пока горячий, шикарно все поджимается. И мы приступаем к выполнению опила. Опил выполняем пилочкой 100 на 180 единиц для искусственных ногтей. Хотя, несмотря на то, что материал сам по себе жесткий, он очень хорошо держит арку поперечную. То есть вот прям классная жесткость у него. Опиливаться он очень легко. И в некоторых случаях, например, если архитектура выложена максимально аккуратно и нет супер необходимости пилить, убирать лишнюю толщину, я иногда пилю пилочкой белой 100 на 180 единиц. У нее более мягкий абразив и полегче пилится. То есть тут на ваше усмотрение, на то, как вам удобнее работать. Начинаем мы опил с того, что открываем толщину торца. Пилочку устанавливаю с легким раскрытием на себя. И открываю торец. При открытии торца мы с вами прям... Давай перевернем пальчик. Прям можно показать и посмотреть. Посмотрите, вот она наша толщина. То есть фактически это уже салонная толщина. Мы выложили достаточно аккуратно, поэтому сильно грубого большого опила по поверхности у нас нет необходимости выполнять. То есть мы просто выравниваем, формируем арки поперечные на поверхности. Открыли торец. Открываем толщину по боковым линиям. Можно развернуть на бок пальчик. Формируем боковую линию. Делаем ее четкой, ровной. От вроста до торца. Чтобы свободный край искусственного материала был прямой продолжением боковой линии натурального ногтя. С одной стороны. Далее выравниваем боковую линию. Вот прям на бочок развернули. Уложили пилочку. Двигаетесь параллельно боковой оси. Немножко приподнимаем. Так как мы выкладывали ее именно с запасом на пил. То есть сделали это целенаправленно. Смотрим в торец. Чтобы уголочки у нас находились на одном уровне. Обратите внимание, у нас даже такая очень классная арка получилась. Хотя форму мы устанавливали на обычный салонный квадрат. Но так как мы еще пинцетом поджали. И так как ригель у нас имеет эту классную функцию. Хорошо держать поперечную арку. У нас ноготь фактически получился арочным. Еще раз симметрично подтягиваем уголочки. И начинаем опил. В зоне кутикулы мы выложили достаточно чисто. То есть у нас здесь нет ступеней. У нас здесь нет наплывов. И в общем-то необходимости пилить в зоне кутикулы жесткой пилочкой у нас сейчас нет. То есть мы можем просто подходя близко к кутикуле выровнять поверхность. Уложили и спускаемся к ногтевым вростам. С одной стороны. Пройдем в центре. Легким движением обязательно контролируйте, чтобы пилочка у вас была острая. Потому что более притупленные пилочки от давления тоже могут давать отслойки. Особенно когда вы работаете с более жестким, не сильно гибким материалом. А пиливаем с другой стороны, сводим к зоне вростов. Видите, я не оказываю какого-то очень сильного давления, прямо еле касаюсь. Потому что мы выложили с одной капли достаточно аккуратно. Укладываю пилочку на поверхность. Пилю в продольном направлении, двигаясь от кутикулы к торцу, к свободному краю. Извиняюсь. Далее спускаюсь в поперечном направлении, двигаясь поперек. Уже начиная плавно формировать поперечные арки. Обязательно смотрим в толщину нашего ребрышка, чтобы не убрать, не спилить лишнего. Аккуратно в зоне вростов. То есть легким, еле касающимся движением работа исключительно при помощи абразива пилочки. Далее разворачиваю, прохожу в продольном направлении с другой стороны. Опиливаю поперек. То есть вот такая работа, она позволяет нам выложить максимально четко, максимально аккуратно. Теперь смотрим в толщину торца и выравниваем толщину торца. Пилочку выкладываю на поверхность в зоне свободного края. У меня рука с пилочкой, она на автомате. Вот я работаю полностью всей поверхностью, опиливаю туда-сюда. А левой рукой я просто пальчик прокручиваю. Такой достаточно симметричный звук. Если к звуку можно применить это слово, то звук у нас достаточно симметричный. Развернули, посмотрели в торец с другой стороны. Также спустились. После опила ноготь должен не иметь грани, только царапки от абразива. И теперь мы уже выходим в центр, на зону апекса. Разворачиваем ноготь, смотрим на него по боковой оси. И имеем возможность точку апекса переместить в нужное нам место. Слегка ее сместить. То есть мы сейчас фактически соединяем линию опила кутикулы, боковых поверхностей и поверхности свободного края. Моделирование у нас получилось аккуратное, чистое. При этом достаточно натурально у нас смотрится, но и материалы жесткие. Акригель очень хорошо подойдет для ваших клиентов, которые очень активно пользуются, скажем так, руками. Которые нагрузку большую очень берут на ноготь, на свободный край. Те, кто какую-то механическую работу выполняют. То есть этот материал жесткий, он позволяет нам моделировать тонко, эстетично, но и при этом прочно. То есть это такая очень хорошая альтернатива для клиентов, много работающих руками. Точка апекса у нас располагается в зависимости от длины. То есть здесь важна пропорция ногтевого ложа и свободного края. Ну в данном случае я не могу сказать, что у нас прям к один к одному. Все-таки свободный край чуточку короче, чем ложе ногтевое. Соответственно, точка апекса у нас будет располагаться в центре. Развернули, посмотрели, ближе вот к линии гипонихии у нас должен с вами находиться апекс. Мы его выстраиваем опять-таки в зависимости от длины. Смотрите, когда у вас свободный край очень длинный. И когда... Давайте вот так нарисуем. Ну-ка подвинь пальчик. Если мы посмотрим на ноготок по боковой оси, да, вот вы установили форму, вы выполнили удлинение, и у вас фактически свободный край, он у вас больше, чем натуральное ложе ногтевое. И в таком варианте, если мы разместим точку апекса в центре, мы через несколько дней буквально получим колоссальный перегруз в зоне свободного края. Поэтому в данном случае точка апекса у нас располагается ближе к линии гипонихии, но не попадает в нее. То есть вот таким образом плавный подъем и плавный спуск к свободному краю. Соответственно, если у нас длина небольшая, и свободный край не превышает ногтевое ложе по длине, точку апекса мы смело можем расположить в центре. То есть всю нашу общую конструкцию разделили напополам, и в центре выстроили точку апекса. Это такое классические правила классического моделирования. Ну, достаточно, да, но нам же нужно попилить, то есть можно попилить, показать обязательно линию пила. Опять-таки, смотрите, когда мы работаем с клиентом, и вы выложили максимально четко, аккуратно, мы можем что сделать? Мы просто открыли толщину торца, боковые линии подпилили, все, и вы можете пройти спокойно шлифовщиком. Ну, что мы, собственно, сейчас и сделаем. 100 на 180 единиц. Также проходим по торцу. Я очень люблю работать акригелем. На мой взгляд, это прям вот, наверное, самый универсальный материал вообще из всех возможных, потому что он шикарно сочетается даже с гель-лаком. Он очень хорошо стоит в зоне свободного края, то есть он не дает отслойок со стороны свободного края. Мы можем сделать удлинение акригелем, а укрепление сверху гель-лаком, если у клиента очень влажный ноготь, и идут систематические отслойки. То есть материал вообще очень удобный, очень классный. Если вы новичок и только начинаете, обязательно попробуйте. Он не течет, он не убегает. У вас есть возможность посидеть, полепить его, понять, выстроить более четкую архитектуру. Вот мы прошли с вами с шлифовщиком, так как границу гель-натуральный ноготь я не трогала пилкой, не касалась, я ее не пилила совсем фактически. Вот таким образом. Давайте уберем опил. Шлифовщиком мы просто убрали грани, именно грани от пилочки, грани от опила. Можно при помощи влажной салфетки сейчас убрать излишки опила. Также с поверхности и обезжирить. Акригели-полигели одно и то же? Да, акригели-полигели это одно и то же, только имеет разное название. Но это просто маркетинг и все. Суть одна и та же, да, то есть это гибрид геля и акрила. Доведенный до определенной стадии полимеризации, до определенной густоты. По сути, это одно и то же. Вот такой получился у нас ноготок. Сейчас перевернем. Берем опил, только также с внутренней стороны. В одну каплю и удлинение, плюс хорошая арка поперечная у нас получилась. Я очень, прям вот очень люблю акригель. Абсолютно все его цвета очень классно сочетаются с дизайнами. То есть у нас нет необходимости покрывать цветом. Обратите внимание, я вначале, когда показывала всю палитру, вот они все цвета акригеля, я специально заострила внимание именно на молочном акригеле. То, что на первый взгляд он кажется как полупрозрачный, но на ногте он совершенно четко и очень качественно скрывает линию гипонихия. То есть получается достаточно натурально. Светится ложе ногтевое натуральное, светится лунуло натуральное смотрится, но при этом плотно перекрыт свободный край. То есть не видно стыка формы, не видно зоны наращивания. Сверху можно выполнить дизайн. Очень классно с молочным акригелем смотрятся вот такие варианты. Я прям специально взяла, сейчас покажу. Причем размещать их можно прям вот хаотично, в любом порядке. Это вот такие варианты газет. Вырезать их не обязательно симметрично, то есть вы можете их двигать на свой вкус. И вот сейчас мы с этим дизайном что-нибудь выполним. Мы ноготок обезжирили. Для того, чтобы декорации на нем разместить, нам понадобится слайдер топ. Я не люблю большую толщину. На всех этапах стараюсь очень тонко разносить материал. Очищаю кисть. Набираю только капельку на кисточку из флакона. Укладываю, подталкиваю к кутикуле. Я перехожу границу. То есть вот границу материала, где у меня была акригель, я ее слегка перешагиваю. Протягиваю по боковой линии. И прям кисточкой излишки снимаю. Мне нужна только липкость. Дополнительная толщина мне не требуется. Опять протянула сверху вниз. Сейчас посмотрим тут крошечки. Убираем все лишнее. Прям хорошенько-хорошенько стягиваем. Избегая излишней толщины. Нанесли. И просушиваем. Просушить необходимо 30 секунд, чтобы наш слайдер хорошо двигался и распределялся по ноготку. Не знаю, тут уже на вкус. На вкус и цвет. Давайте скомбинируем, сделаем пополам. Слайдер тоже всегда стараюсь вырезать ровно, без, скажем, излишек. Я не люблю, когда он попадает на кутикулу. Он очень хорошо растворяется, ультрабондом убирается. Ну и я этих лишних движений люблю, когда все четко. Вырезаем с запасом. 30 секунд просушили. Тоже излишки по длине. Слайдер опускаем. Водичку буквально на несколько секунд. Слайдеры тонкие, но они очень классно ложатся, классно распределяются. Можно их растянуть, пододвинуть в нужном направлении. Беру слайдер, фиксирую его. Видите, он начал двигаться у меня по подложечке. Я выставляю его на том уровне, где он должен у меня начинаться. И прямо над ноготком вытаскиваю с подложки, чтобы он у меня в воздухе не скручивался. И начинаю его распределять на поверхности. Укладываем. Разглаживаем все морщинки. Убираем пузыри. Прям притаптываю. И распределяю. Загибаю слегка под торец. И дорабатываю под кутикулой. Почему клиент в перчатках? Уже какой вопрос. Почему клиент в перчатках? Ну, мы потому что показываем один ноготок. На остальных ноготках у нас выполнены маникюры в других декорациях. Поэтому мы показываем только один ноготок. Ну и вообще это более эстетично. Не очень красиво, когда у клиента там маникюр уже отросший. Торец, свободный край, недообработанная кутикула. Нам в фокусе нужен только один пальчик. Вот мы его и показываем. Вот таким образом распределили слайдер. Видно сразу, максимально аккуратно, без лишних потом проблем. Подсушиваем. Буквально 10 секунд достаточно подсушить. При помощи шлифовщика обязательно сейчас уберем его с торца. Давай ноготок. То есть излишки мы по торцу опиливаем. Торец у нас должен быть чистый. Завела под боковую линию, протянула, завела, протянула и убрала с торца. Можно прямо пил перчаточкой. Вот так взяли и сняли. С внутренней стороны посмотрели, что полностью у вас слайдер убрался и торец остался чистым. Далее на слайдер наносим ультрабонд. Полностью на всю поверхность протягиваем. Ну такой достаточно быстрый вариант. Пока ультрабонд просушится на воздухе у нас немного. У меня вот под рукой очень классно смотрится, когда слайдеры сочетаются с фольгой. Последнее время прям мне очень нравятся. Опять-таки мне это нужно фольга, нужна просто точечная. Возьму прям на ультрабонд. Он же у нас липкий. На него шикарно печатается. Я просто добавлю такие вот акценты. Небольшие. В том месте, где мне хочется. Далее покрываем слайдер топом по поверхности. Сейчас, перед тем, как покрывать слайдером, я возьму палочку апельсиновую и отодвину кутикулу. Для того, чтобы слайдер у меня перешагнул вот эту границу наших декораций, чтобы он у меня хорошо держался потом в зоне кутикулы. Также небольшое количество без дополнительной толщины. Прям подталкиваю, контролирую эту границу, стягиваю, разворачиваю. Также по боковой поверхности прошла, стянула. Здесь также развернули и прошли. Я вот прям по блику смотрю, чтобы у меня эта граница перешагнулась. Можно прям натянуть на себя кутикулу и подтолкнуть. Ну, таким образом. Сушим. И сверху уже при желании. То есть мы можем на Акригель выполнить покрытие финишное. Например, Ультрашайн топ. Это самый жесткий, самый блестящий топ в нашей линейке. Он предназначен для ногтей, покрытых искусственным материалом. То есть жестким, нерастворимым. Эмигель систем. Акригель. То есть твердыми гелевыми системами. Можем покрыть, выполнить покрытие вельвет. Если мы хотим, чтобы у нас поверхность была матовая. Ну, в данном случае матовую давайте сделаем уже. Потому что, собственно говоря, в глянцевом эффекте мы и так видим, как это выглядит. Продублируем матовым топом. Более наглядный вариант у нас получится. Укладываем. Подталкиваем, стягиваем. Хочу научиться постановке форм. Приходите к нам на курсы. Мы вас научим постановке форм. Звук сейчас на месте, девочки. Еще раз напишите, пожалуйста. Звука нет. Есть. Звук сейчас. Сейчас слышно меня? Появился. Все. Спасибо. Звук пропал. Специально не сушила. Еще раз повторюсь. Я разносила вельвет аккуратно, максимально по поверхности. И говорила о том, что при покрытии на длине есть такой нюанс, когда остатки материала, они прям сгружаются на свободный край. Поэтому можно взять уголком кисточки и вот такими движениями прям наверх подтянуть, чтобы у нас не образовывалась уточка в зоне свободного края. Вот таким образом. Для тех, кто хочет научиться постановке формы, приходите к нам на курсы. Мы всех ждем. На самом деле постановка формы – это очень важный момент. Давайте посушим при моделировании, потому что это основа, это фундамент. И тот фундамент, который мы зададим, это будет влиять и на внешний вид наших ногтей, на нашу архитектуру в целом и на носибельность ногтей, что очень важно форму ставить именно по критериям, по архитектурным параметрам. Её просто нужно полюбить. Полюбить, потренировать, поставить на разных формах ногтей. В последовательности, я ещё раз вернусь к последовательности, на любом этапе это очень важно. В этапе постановки формы это также имеет большое значение. Когда мы двигаемся по определённой схеме, во-первых, мы всегда можем себя в рамки временной загнать, что очень важно сейчас, и выполнить работу качественно, не возвращаясь от одного этапа к другому. То есть этот момент очень важный. Мы посушили наш ноготок. Вот в матовом варианте. Вообще под матовым золото классно смотрится. И фольга, она играет. Её видно, но это не так навязчиво. Вот тут на любителя. Мы с вами, я думаю, что сэкономили время, так как выложили в одну каплю материал. Акригель очень подходит для такой работы. Работы в один этап. Сразу же исключили этап цветного покрытия, потому что на самом деле акригели очень классные варианты цветов. Они подходят и по оттенку кожи для рук клиента. Если мы спешим, если у нас не хватает времени, а нам нужно сделать такое классное, полноценное наращивание, прочное, носибельное. То есть вот вариант акригеля, это очень классный вариант. Плюс в том, что мы исключаем этап цветного покрытия, выполняем быстро какой-то дизайн, и получаем вот такой результат. Ну вот, если приблизить, давайте приблизим, покрутим, посмотрим. И еще один плюс акригеля, это, конечно, арка поперечная. Он шикарно ее держит. Даже при постановке формы на обычный салонный квадрат, то, что мы сейчас с вами сделали, все равно мы получили такую классную, очень хорошую арку. Сколько времени у меня всю процедуру акригеля? На всю процедуру акригеля, девчонки, мы стараемся всегда максимально эффективно. Но вот наращивание за полтора часа легко. Прям с постановкой формы, с выкладкой материала, это абсолютно реально. И можно уже, как финишный вариант, выполнить, например, шлифовку по заднему валику. Я намеренно прям не заливаю под кутикулу. Можно использовать шлифовщики. Очень люблю такие вот карбидокремниевые шлифовщики. Разносим масло на кутикулу. И при помощи аппарата на небольших оборотах, где-то в районе 8 тысяч, можно аккуратно такими круговыми движениями быстро разнести кутикулу по заднему валику, по боковым, развернуть. И излишки, например, убрать влажной салфеткой, либо сухой салфеткой. Вот такой вариант у нас сегодня с вами получился. Еще раз напомню, мы работали акригелем Милк. Вот он, молочный. Выполнили вот такое удлинение при помощи одной капли. Так, ну давайте посмотрим. Работа наша выполнена, готова. Давайте посмотрим, какие у нас вопросы. И еще немножко поболтаем. Буквально 5 минут у нас есть. Так, если с одной стороны боковая арка хорошая, а с другой тонкая получилась, мы совершенно спокойно можем доложить. Вы, когда снимаете форму, обязательно контролируйте толщину. То есть вы просушили всю архитектуру, форму сняли, и не снимая дисперсии, контролируйте и смотрите толщину. Если вы видите, что где-то тоньше, вы также набрали небольшое количество акригеля. Очень удобно. То есть вы можете просто слегка надавить на флакончик и достать там маленькую горошинку. И точечно, если есть необходимость, просто это место заложить. Точно так же можно поступить в зоне кутикулы. Пока вы не сняли дисперсию, вы можете спокойно добавить материал. Номер слайдера сейчас скажем. Давайте я вам покажу. Смотрите. Газетный принт номер 74. Универсальный, вообще классно смотрится на любом цвете камуфляжа, даже исключая цветное покрытие. Номер слайдера, девочки, 74. Газетный принт написали. Так, ну что у нас? Вопросы есть еще? Вроде бы нет. Да? Если у вас остались какие-то вопросы, вы можете писать, задавать их в моем инстаграм-аккаунте. Это моя страница. Можете в директ мне писать. Я всегда всем с удовольствием отвечаю на вопросы. По материалам, по технологиям, по курсам. Всем большое спасибо за эфир. Какие пожелания? Пожалуйста, пишите. Будем продолжать работать. Все, спасибо большое. А чтобы пом портить, streams left-up, обсуждаем. Посу momentos и л